Ну что ж, друзья мои, наконец-то я могу с чистой совестью сказать, что мне совершенно больше нечего сказать. Что я все уже сказал, что я выговорился, выветрился. А как это сейчас называется? Наступило выгорание. Значит, нужно срочно платить пять тысяч, значит, психологу, который убедит меня, что выгорание не произошло. Выгорание. Какой термин, а? Да. Что-то моя душа очень сильно возмущается против этого термина. И я вам хочу сказать, что ничего подобного у меня нет и быть не может. А вот так вот объяснять это будем потом. Ну, короче, все как обычно, когда вот находишься вне своей штаб-квартиры, вдруг наступает какое-то страшное чувство тревоги. Именно то чувство, когда твое существо истончается, вот-вот лопнет, и хочется закричать и заплакать, как это я делал младенцем. Вот именно это же чувство, это ощущение. Я его прекрасно помню. Так, из свершений позвонил я в город Рыбинск, забронировал на завтра уже гостишку себе. Представь. Потому что, в принципе, блогерское путешествие в Рыбинск, которое я, о котором я все время говорю, не бог, очень выгодно начинать именно воскресенье. В воскресенье хороший выезд из города. Из города, из этого монстра по названию Москва. Сейчас варежки одену. Ну, вот, видишь, вот этот результат того, что... Это что такое? Не то магазин, ель, подарки. Ой, как я-то не люблю, вы бы знали. Терпеть не могу, дарить подарки. Получать абсолютно равнодушно к получению подарков. Но приятно, конечно, да. Особенно, когда не знаешь, что там внутри коробочки. О! Женщины стригутся. Да. Депрессуха, конечно. Состояние достойное, но абсолютно бесполезное. Центральный детский магазин. Так, ну вот. Сейчас я думаю, что дотепать до какого-нибудь метро, до какого-нибудь, я не знаю. До Трубной, наверное, пойду. Сейчас посмотрим, как здесь. Я пошел по несколько, по-новому, до себя пути. Сейчас посмотрим. Аминь. Все по-новому... Продолжение следует...